Давайте поговорим вот о чем. Если... Я могу говорить очень много про наши препараты, потому что сегодня их в России больше сотни зарегистрировано, 25 таковмагантов скота, но, тем не менее, я хочу, чтобы мое выступление как-то стыковалось с тем, что Алис говорит сегодня. Поэтому мы поговорим только вот о чем. Если вы сегодня в любое хозяйство придете, есть три главные проблемы, вам сразу зовут. Мастит, эндометрия, заболевания капли. Они могут быть в разные последовательности, но всегда присутствуют. Если мы говорим дальше, главная проблема, на которую может среагировать молодняк, профилактика ринотрифиита и вирусная теория, необходимо профилактировать эти заболевания до осеменения животных. Если позже возникают проблемы, постоянно инфицированные телята, к сожалению, я здесь нет времени об этом рассказывать, но, тем не менее, это очень важно, и это главная проблема, которая есть. Если мы переходим к телятам, у нас несколько проблем. Невернотальная теория, респираторные заболевания, клострадиоз, паразитарные заболевания. Берем их к респиратору, потому что Алекс сегодня об этом говорил. Вот Алекс, я не знаю, обратил ли вы внимание или нет, он вообще не говорил про невернотальную теорию. Я когда его начал пытать, говорю, Алекс, почему? А он говорит, у нас в виде нет. Просто они чисто содержат животных, поэтому мы к респираторке переходим. В чем проблема? Проблема следующая. Есть несколько вирусов. Респираторный центральный вирус, парагреб третий, вирусная диарея и ЭРТ. И есть бактерии. Самое опасное из них, то, что называлось раньше астерелохимолитика, сегодня называется манхеями химолитика. К сожалению, для вас, и, к счастью, для нас, или на вас, мы выпускаем самые дорогие препараты в мире, то есть Мерседес, которые есть на 98-м бензине. Но это самый эффективный, и я надеюсь, что у наших комплектов не очень скоро появятся препараты, с которыми они смогут с нами конкурировать. Давайте посмотрим дальше. Корове не повезло. У нее очень плохая система дыхания. Во-первых, очень маленький дыхательный объем, и пути, по которым движется воздух, очень короткие. У коровы никогда не бывает бронхита, никогда не бывает чистой пневмонии. Всегда бронхопневмония. То есть, если уж врежет, то врежет по полной проблеме. Вот я специально оставил вещи, которые Алекс показывал. Мы уже показали вам, что респираторные заболевания очень важны. Пропускаю их все. Значит, в чем проблема? Теленок родился, мы обеспечиваем его молозиву. Хорошие молозивы от первотелки. Вы все это знаете, да? Но, здесь же есть... Что еще? Мы говорим про хорошее молозиво. Значит, смотрите, у нас есть молозиво, которое мы должны обеспечить. Если молозиво есть, есть. Если нет, то необходимо... Еще лучше данность. Вам необходимо закрыть вход респираторным проблемам. У нас есть вакцина, которая меняется в первый день. И вы протилактируете парагрипп 3 и РСИ. Вакцина называется инфорс 3. И вы практически закрываете вход в возможные вакцины. Возникает вопрос. У нас есть коллостральный иммунитет. Повлияет ли вам вакцина на него? Нет времени, не буду об этом говорить. Но, тем не менее, я хочу сказать, что эта вакцина стимулирует выработку иммуноглобулинов класса А. А не Айджи, которые крутятся в крови. Особенность иммуноглобулинов класса А закрывается в качестве следующего. То там, где вирус внедрился, туда же наследство и выделится иммуноглобулин. То есть мы получаем местный иммунитет, который закрывает, не трогая при этом коллостральный иммунитет, который теленок получил от мал. Если мы движемся дальше, то у нас есть иммуноглобулины класса, которые закрывают. Но, к нашему сожалению, сегодня нет коммерческих тестов, которые могут определить иммуноглобулины класса А в организме. То есть, если вы провакцинировали инфорсом третьим животное, и взяли у него кровь, вы найдете ничего. Поэтому вы вакцинируете и получаете эффект только на том, что у животных, у ситуации гораздо лучше. Движемся дальше. Третий-четвертый месяц, когда снижается пастральный иммунитет, мы вакцинируем парагрипп третий, ИРТ, РСИ, вирус на диаре 1, 2 и 5 эллиптоспирозов. Две вакцинации с интервалом до 4 недели. 100% эффективность вакцины, комбинированная вакцина, 10 антигенов по уходим. И еще обычно уходится вакцина Ваншот Ультра 8. Я сейчас на ней буквально два слова скажу. Она содержит 7 кластридий и 1 анхеемию хемолитика, о которой я говорил, о которой есть проблема. С кластридиозами есть проблема, потому что на сегодняшний день врачи очень плохо ее диагностируют. Но эта вакцина закрывает, с одной стороны, все кластридиозы, ушаво, септикум, хемолитикум и все остальные, и Ваншот Ультра. Что вам остается сделать с молодняком потом? Надо просто продолжить ревакцинацию раз в год, и вы получаете полную систему защиты молодняка от заболевания, которые вы получаете. Спасибо. Спасибо.